Добрый вечер, друзья! Мне очень приятно сегодня здесь быть. Я впервые в Тольятти и впервые читаю здесь лекцию. Тема, которую мы сегодня с вами будем обсуждать, тема при кажущейся простоте формулировки, довольно сложная, довольно противоречивая. Об нее за время истории музыки и истории эстетики было сломано большое количество копий. При этом она, если мы просто произнесем ее, постараемся в нескольких словах описать, она звучит почти примитивно. Про что пишется музыка? О чем с нами говорит композитор? О чем с нами говорят сочинения разных эпох? В курсе высшей школы, когда ты становишься профессиональным музыкантом, в консерватории, я думаю, в других музыкальных вузах тоже, есть предмет, который в течение какого-то времени читается, который называется теория музыкального содержания. И он как раз, как вы понимаете, с довольно взрослыми людьми, идущими профессионально по пути к тому, чтобы стать музыкантом, то есть по высшему разряду, занимающимся музыкой, с ними в течение семестра или двух говорят именно об этом. Про что говорит с нами музыка? Дело в том, что вопрос музыкального содержания, он сложнее, чем вопрос содержания в других искусствах. Если мы с вами говорим про литературу, то вопрос литературного содержания и вопросов каких-то тем, каких-то проблем, которые волновали писатели разных эпох, он сравнительно легче поддается описанию и формулированию. Если мы говорим про живопись, ну тут может быть немножко сложнее, чем с литературой, но тоже, тем не менее, живопись, очень грубо говоря, мы можем ее с той или иной долей успеха пересказать. Представьте, что вы сходили на выставку или посмотрели фильм, или прочли книгу, и кто-то спрашивает вас, о чем она была. Вы с достаточно легкостью сможете, как бы она не была далека, как бы она не ставила перед собой цель не очень фотографически, реалистически изображать действительность, вы, тем не менее, сможете пересказать содержание. Теперь представьте, что вы пошли на концерт, вы послушали там симфонию Малера, и случилось чудо. Она с вами как-то среагировала, срезонировала, вы ее поняли, она к вам прикоснулась. Вот случился этот удивительный момент проникновения по ту сторону, внутрь искусства. Потом вы выходите с концерта, и вас спрашивают, а что, какова была симфония Малера, что это было? И вы понимаете, что в отличие от выставки, в отличие от книжки, киносеанса, вы в достаточной мере намели и терминологически, и в смысле какой-то конкретики образов, которые непонятно нужно сюда приносить или нет. Музыка остается чем-то сверхъестественным и рациональным. В то же время мы с вами очевидно ощущаем, что вопрос музыкального содержания, например, в 19 веке, музыка Бетховена, содержательная, очень сильно отличается от музыки Шостаковича 20 века. Вот мы сегодня с вами чуть-чуть попытаемся к этим вещам приблизиться, чуть-чуть попытаемся нащупать, собственно, тот общий знаменатель, который мы можем применять к музыке разных столетий, и разных школ, и разных мастеров, и попробуем, собственно, на этот вопрос ответить. Дело в том, что классическая музыка еще, я оговорюсь, прежде чем мы с вами пойдем по порядку, немножко особое такое искусство, которое очень сильно сопротивляется популяризации. Вот я сделала свои профессии, и книгу написала такой научпоп о музыке, и сделала свои профессии популяризацию музыки. В сущности, дело это очень сложное, очень неблагодарное и очень непопулярное, простите за тавтологию. Дело в том, что и изобразительное искусство, и кинематограф сейчас в значительной мере выходят к массам, и очень сильно начинают затрагивать будничную жизнь людей всех поколений. Классическая музыка, опять же, из-за сложности формулирования, из-за терминологических препонов, которые мы вынуждены использовать термины всякий раз, когда хоть с какой-то долей серьезности говорим о классической музыке, из-за того, что она оперирует абсолютными абстракциями, то, о чем я сказала выше, из-за того, что она ориентирована на какое-то предварительное знание. Например, мы очень любим слушать знакомую музыку, а новую нам слушать сложнее. Вот из-за всего этого она по-прежнему остается искусством таким немножко сектантским. Даже во вступлении к нашему сегодняшнему разговору прозвучала эта фраза, что это что-то, что дано не всякому, это что-то, что дано не всем. То есть выходит, что классическая музыка – штука какая-то очень закрытая, специальная, особая, где-то там далеко находящаяся, на каком-то пьедестале. В то же время я уверена, что у каждого из вас есть глубокое внутреннее подключение к искусству музыки, есть какая-то ваша песня, есть какой-то ваш, может быть, вообще центральный для вашей жизни опыт, который был пережит под музыку, есть какая-то ваша пьеса, может быть, вы что-то играли в детстве, может быть, это симфоническое полотно, может быть, это танцевальный трек. Это что-то, что на глубочайшем уровне и на каком-то первичном уровне, помимо интеллекта, вот сразу куда-то в какой-то внутренний наш стержень, в какое-то совсем внутреннее наше пространство выстреливает и прекрасно работает с нами, прекрасно реагирует с нами, прекрасно вызывает в нас какую-то ответную реакцию. И в то же время, как я сказала, музыка академическая сложна. Почему? Что является причиной этого парадокса? Если мы посмотрим, европейская цивилизация придумала классическую музыку больше ни в одной, ни в какой цивилизации такого феномена, как композиторская музыка, как вот огромная-огромная вот эта наша история, совершенно ослепительная история гениальных побед и шедевров, больше ни в одной цивилизации не создалась. Она, вот согласно мнению русского композитора и русского философа Владимира Мартынова, в принципе, является таким причудливым наростом на европейской цивилизации, совершенно уникальным и не имеющим аналогов. Она очень сильно увела музыку от ее первичного значения. Музыка когда-то давно в каком-то своем первобытно-племенном изводе была необходима, но она была связана с календарным циклом, она была связана с ритуалом, она была связана с моментами человеческой жизни, рождения, какой-то ритуал инициации, уход из жизни и так далее. Музыка, если мы поговорим про симфонию Бетховена, она как будто бы ни для чего этого не нужна. То есть европейская цивилизация увела музыку немножко в сторону от того, чем она когда-то была. Вот этим сильно действующим, совместным, коллективным таким, ну, неким эстетическим веществом, которое абсолютно преображало действительность. И Европа придумала, Западная Европа потом, русская музыка, немножко позже стартанув, в общем, примкнула к западноевропейской традиции, придумала вот эту интеллектуальную музыку, которой как бы нужно подходить с каким-то особенным ключом, со знанием терминологии, с предварительной информированностью и так далее. Кстати говоря, если мы немножко посмотрим на то, как работает рок-музыка, на то, как работает народная музыка, на то, как работает электронная танцевальная музыка, она в 20 веке немножко вернула нам музыку вот в этом ее таком ритуальном ключе, в ключе экстаза совместного действования, восторга и абсолютной легкой иррациональной понятности, потому что рок-музыка что-то, что не нуждается как раз-таки в каком-то предварительном разбеге интеллектуальном. Чтобы вы поняли, что находится на другом полюсе от нее, в какие дебри, как далеко, как безоглядно европейская цивилизация музыку увела и что такое музыка, которая ориентируется на наше предварительное знание, можем посмотреть. Вот это одна из финальных остановок на этом пути. В сущности, эта музыка совсем не современная, она была написана во время Второй мировой войны. Субтитры создавал DimaTorzok Вот это яркий пример музыки, яркий пример музыки, содержательный компонент которой, я не знаю, может быть, кто-нибудь из вас слышит ее сейчас не впервые, это очень знаменитое сочинение французского модерниста Оливье Мессиана, но содержательный компонент этой музыки сложен и ускользает от нас. И в то же время, вот посмотрите, мы сейчас сравним эту полностью абстрактную музыку, где в отличие от литературного произведения нет героя, сюжета, какого-то движения сюжета, какой-то развязки, нет ничего, что помогает нам следить и подцепляет наше восприятие и обращается к уже имеющейся у нас какой-то картотеке пережитых опытов и картинок. Мы сравним эту полностью абстрактную музыку с другой абсолютно абстрактной музыкой, и я уверена, что 100% присутствующих по какой-то шкале просто сложно оценивать и для музыки одинаковые. Это за 100 лет, я взял. Начало 19-го. 20-го это начало 19-го. Значит, если мы сравниваем Мессиана, это первый трек, и Шуберта, это вот этот трек, я уверена, мы сейчас не будем тратить время на голосование, но я абсолютно убеждена, что у каждого из вас мелькнула мысль, вот то было сложно, а это просто. Причем абсолютно непонятно почему. Что там сидели четверо человек в концертной одежде, которые играли нечто совершенно не имеющее никакого... Ну что-то, что совершенно нельзя взять в руки и пересказать. Что здесь? Но тем не менее, что-то, мы сейчас с вами поговорим, что именно, заставляет нас эту музыку опознавать как знакомую, свою, понятную, удобную. Связано это с тем, что хоть в музыке Шуберта совершенно уже не осталось, это совершенно музыка европейской интеллектуальной традиции, начала 19-го века, начала эпохи романтизма, в ней совершенно не осталось ничего от ритуала, от обряда, от пассивной песни, от колыбельной, от тех таких житейских музыкальных, ритуально-племенных музыкальных вещей, о которых я говорила выше. Но тем не менее, в этой музыке колоссально много человеческого. Она к человеку адресована, она во многом человека использует как меру всех вещей, как мерила каких-то своих внутренних проявлений. Мы сейчас с вами поговорим, что это значит. Она в значительной мере, ну, то есть человечно, гуманистически ориентирована. Если мы с вами посмотрим на то, как две эпохи отвечают на вопрос о том, что такое музыка, то в XVIII веке, ну, задолго на самом деле, да, за полвека до Шуберта, даже чуть-чуть больше, такой теоретик, Иоганн Монтезон в своем труде под названием «Совершенный капельмейстер» дает определение музыки следующее. Музыка – это искусство в звуках, отображающее движение человеческой души. Как вы видите, Шуберт под это дело подпадает идеально. Действительно, это движение человеческой души. Музыка – это искусство в звуках, и мы попробуем с этих позиций его послушать. Вот какие-нибудь из ваших нынешних движений души или уже из переживаний вами эмоциональным опытом постарайтесь подложить мне это. Или даже очень просто, очень много ответить на вопрос на веселое или грустное. Как вы видите, это довольно сложно. Она в значительной мере отдалена вообще от нашего эмоционального мира. Она апеллирует к чему-то другому, она какими-то совсем другими категориями ворочает. Если мы посмотрим, что происходило дальше, еще после Мессиана, если мы прям вообще упремся в конец XX века, мы увидим, что, например, европейский музыкальный авангард, который не был единственным и главным музыкальным течением, даже исходя из своего названия, довольно передовым, он к концу XX века, вот этот человеческий компонент, который связан с симметрией человеческого тела, то есть возможностью танцевать под музыку или идти под нее и, соответственно, считать на раз, два, три, четыре, раз, два, вот эту кратность, квадратность, которую мы так любим, абсолютно исключает. Авангардная музыка исключает мир человеческих эмоций, она уходит от даже зачастую такого антропного восприятия времени. То есть мы с вами, как люди, как представители своего биовида, мы с вами время испытываем линейно, мы не способны, например, оценить звуковысотность, изменение высоты звука, как временную шкалу, а по сути, поскольку частота звука является скоростью, физически говоря, она тоже завязана на время, и вот, например, в авангардной музыке была такая была школа мысли, которая интерпретировала звуки разной высоты как звуки разной длины. Нам сложно себе представить, но вот представьте, настолько далека от человеческого восприятия даже времени, даже такой базовой категории, как время, была авангардная музыка. Вот это абсолютный финал на пути постепенного отдаления музыкального от человеческого. И в то же время, я уверена, что, несмотря на то, что музыка эта кажется нам сложной, и ни к чему человеческому она как будто не апеллирует, мало кому придет в голову, что это неорганизованный хаос. Безусловно, за ней есть некий закон, закон очень сложный, возможно, пусть даже не сложный, просто чуждый нам, новый какой-то для нас, необыкновенный, который организует эти звуки, эти звуковые события, удивительные, отличные, и в техническом последовательности. Если мы посмотрим на то, как теоретик 20 века отвечает на вопрос о том, что такое музыка, помните, 18 век, искусство в звуках, отображающие движение человеческой души, то в 20 веке, причем это был не авангардный какой-то критик, это был человек из тоталитарной страны, который в принципе мог дать гораздо более конвенциональное определение, но такая глыба советского музыковедения Борис Асафьев говорит, что музыка – это, внимание, искусство интонируемого смысла, совершенно восхитительное выражение, то есть есть смысл, есть некий объем информации, который путем тонов, интонаций, различных звуковых образований, он интонируется, он передается от композитора к вам, от меня к кому-то еще, он преодолевает пространство, будучи преображен, будучи перекодирован в тоны. И музыка Миссиана прекрасно удовлетворяет этому определению, музыка Шуберта тоже, и мы с вами приходим к выводу, что оказывается музыка может озадачиваться гораздо большими вещами, чем слушатель, гораздо большими вещами, чем мы сами. Естественно, для нас наиболее комфортно, для нашего восприятия, та музыка, которая ориентирована на человека, и человека мыслит. Если мы посмотрим на музыкальную историю, то время, когда музыка была озадачена человеком и использовала его в качестве мерки для разных своих проявлений, это время ничтожно краткое. Это примерно 250 лет всей-всей-всей истории музыки. Чтобы было понятно, я вам обещала объяснить, что значит, что она человека использует в качестве мерива для себя, давайте мы вернемся к музыке Шуберта и послушаем, что здесь происходит. Во-первых, это квадратность, о которой я говорила, симметричность. Вот у нас был квадрат. Ну, хорошо, понятно, да? Я посчитала 4 раза на 4. Если бы вам нужно было здесь поставить какой-то знак припинания, я уверена, что никто бы из вас в этом месте не поставил точку. Да, вот послушайте, как она подходит к этому месту. Простите меня, если я говорю какие-то невероятно очевидные вещи, но часто мы не задумываемся об этом, слушая. или запятая. Теперь пошли дальше. Обратите внимание, что второе предложение начинается так же, как первое. Музыкальным языком это называется повторное строение, то есть у нас она самое-самое начало, вот это была нисходящая фраза. То есть эта музыка очень-очень сильно отталкивается от тех же закономерностей, от которых могла отталкиваться романтическая поэзия, да или просто человеческий язык. Вот это равномерность вдоха и выдоха, повторное строение фраз, как, например, в поэтической эстрофе. Например, здесь будет ситуация, которая очень похожа на какую-то ситуацию выбора. Вот если бы мы... Сейчас еще чуть-чуть поближе подъедем. Музыкальный третий. Музыкальный третий. Внимание, то же самое. В мажоре, да, два раза такое у нас было печально. Да, я там, и та, и я там. Да, тюрьм немножко как-то просветлело. То есть мы сразу в этой музыке начинаем очень быстро навигировать. Мы можем в ней расставлять знаки препинания, мы можем ее сравнивать с какими-то своими литературными уже имеющимися опытами, мы можем очень легко сюда подложить какое-то свое эмоциональное состояние. Я думаю, что если бы мы говорили, вот этот герой что он испытывает, да, или мы бы мультик какой-то рисовали, используя это в качестве саундтрека, у всех была бы примерно похожая история. Но вряд ли этот герой, согласитесь, он только что получил... Первый приз, вторый, четвертый, другая, четвертый, четвертый. На секунду вернемся к Миссиану, и я покажу вам. Просто, ну, я думаю, что вы... Давайте уже... Попробуйте, вот, и попробуйте... Во-вторых, поставьте здесь какой-нибудь знак применения, третье, какую-нибудь вам известную синтаксическую конструкцию языковую, да, перечисление, восклицание вопросов, какое-нибудь там подчиненное предложение, сочиненное предложение, под это положить. Я думаю, вы поддержите фиаско, наиболее, 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 наиболее. Возникает вопрос. Как же мы можем придумать какое-то общее мерило, по которому мы можем оценивать и понимать, как Шуберта, который прям вот очень наш, и сразу открывает, сразу вводит в нас какой-то уже имеющийся пароль, так и Миссиана. Этот общий знаменатель есть, и это время. Музыка – одно из искусств, которое наиболее тесно связано с временем, наиболее интенсивно и мощно вмешивается в наши ощущения времени, наиболее, ну, я бы даже сказала, навязчиво, да, наиболее так неотвязно для слушателя выстраивает какой-то временной коридор, а если вы сильно увлечены музыкой, то это вообще ощущение какое-то на грани измененного сознания, да, оно время может растягиваться, останавливаться, наоборот, ускоряться. То есть музыка удивительно сильно вторгается в то, как мы с вами воспринимаем, один из вообще центральных параметров нашего, простите, бытия, да, то есть она очень-очень сильно связана с переживанием времени. И именно то, как композитор располагает звуковые события и определенными средствами, да, он с нами работает, влияет на то, время для нас пойдет быстрее, медленнее, в правильном порядке, в неправильном, свернется в улитку, будет как-то фрагментарно воспроизводиться. Можно интереснейшие вещи делать, и мы сегодня каких-то из них с вами коснемся. И вот в этом смысле, как музыка Шуберта, так музыка Мессиана, так музыка, я не знаю, какого-нибудь 7-8 века грегорианский напев, древнейшая католическая пень, любая абсолютно музыка, на самом деле даже не только музыка западноевропейской интеллектуальной традиции, абсолютно любая музыка представляет собой работу с временем. Чем более интересно, внимательно, осознанно, целенаправленно композитором она проводится, тем музыка сложнее, умнее, интереснее для расшифровывания. И я думаю, что это еще такой ключ к ответу, почему, с одной стороны, так сложно. Помните, вначале я много-много говорил, что классика что-то закрытое и сложное, с другой стороны, музыка, она во всех нас, она в каждом из вас. Вот из-за своей связанности с временем она, естественно, вторгается, ну даже в нашу физиологию. Я думаю, что если вы когда-нибудь пробовали водить машину под разную музыку, вы понимаете, о чем я говорю, да? Даже в наше телесное переживание музыка из-за своей связанности с временем вторгается очень сильно. Как я сказала, вот такая антропная, то есть очень сильно антропоцентричная, вокруг человека выстроенная музыка, это очень мало, это 250 лет. Давайте посмотрим, что было до этого. Вот у вас уже в голове сто раз с нами послушанный Шуберта Мессиан. Давайте мы послушаем музыку 13 века. Это будет композитор Пиротин, такой полулегендарный французский автор. Слушаем, а что нам больше похож на Шуберта Мессиан? Корректор Мессиана Мессиан сына! Я думаю, вам пришла к голове мысль, что, как ни странно, авангардно-модернистского, мессиановского в этой музыке гораздо больше, чем из области немецкого романтизма. Она гораздо ближе к ощущению композиторскому, тому, которое мы слышали с вами в XX веке. Значит, это музыка позднего Средневековья. Мы с вами довольно мощный такой вольный скачок совершили, сразу начинаем с XIII века, как будто до этого была какая-то выжженная земля. Конечно, это не так. Мы с вами слушаем, во-первых, уже музыку полифоническую, то есть многоголосную. Вообще европейская профессиональная музыка начинала с одноголосия, начинала с григорианского хорала. Это музыка католического богослужения, очень архаически реликтовая, очень мощно, сурово звучащая. В один голос поет мужской хор без всяких скачков, без всякого внешнего баяния, без всякой квадратности, без всякого подобия. Она, скорее, больше похожа на начитывание вслух латинского текста, на мелодикламацию. Здесь она уже в существенно музыкальном виде, вот оперативно, то, что мы с вами слышали. Но, тем не менее, мы слышим, что, если, кстати, вернуться к тому, полифония это или одноголосие, вы слышите, что она такая, полифония еще не очень развитая, и один голос стоит на месте. Что стоит сказать про средневековую музыку и то, как в ней шло время? Значит, средневековая музыка являлась абсолютно неотъемлемой частью литургии, неотъемлемой частью богослужения. Поэтому мы сейчас, слушая, например, ту же Григорианику, да даже, на самом деле, слушая более поздние ренессансные духовные сочинения и так далее, мы немножко себя обманываем, потому что, слушая их в плеере или в машине, или дома, или, ну, каким-то образом, да, мы получаем только аудиофрагмент огромного сложного витража, который был набран одновременно из архитектуры храма, из запахов, из температуры в нем, из ощущения пространства этого храма, из огромной полифонии смыслов, которая исходила от фресок, статуй, драпировок, надписей. Кстати, надписи в меньшей мере, потому что посетитель храма не обязательно умел читать. Но, одним словом, храм представлял собой огромную, и как раз с помощью образов и звуков, общавшуюся с конгрегацией, книгу, которая повествовала на понятные сюжеты. Эти сюжеты были очень богаты, но тем не менее ограничены. И, самое главное, музыка в этом смысле, являясь компонентом, в этом большом-большом сложном духовном контрапункте, целью которого было ввержение слушателя, даже не слушателя, а пришедшего в храм верующего, в определенное молитвенное состояние, музыка эта была безумно далека от концертности. То есть музыка средневековая никогда не находилась в ситуации, например, в которой нахожусь сейчас я. Если бы я сейчас пела, а не говорила, то я создавала бы какую-то музыку. Я сейчас, сидя здесь перед вами, стараюсь вас развлечь. Я стараюсь быть интересной, контрастной, не дать вам заскучать, в каком-то хорошем темпе двигаться, чтобы моя история не была монотонной и так далее. Средневековая музыка в принципе не была этим озадачена, поскольку у нее была функция. Она была вещью очень утилитарной. Она выполняла поставленную перед ней задачей, задачей, которая была не помочь человеку развеяться. Именно поэтому в ней нет конфликтности, в ней нет множества образов, в ней нет увлекательности, завлекательности, какой-то чувственной составляющей. Она абсолютно не повествует вам о ваших эмоциях. Что происходит? Она достаточно сдержана по тону. И невероятно. Сюжетное вот это развитие, вот этот сад расходящихся тропок, когда одно событие влечет собой другое, третье, четвертое, пятое, оно бы откручивалось назад. Мы с вами попытаемся так сделать с другой музыкой, вы поймете, о чем я говорю. Вот это абсолютная ее статуарность, абсолютная ее погруженность в одно единственное состояние, постепенное размагничивание какого-то влекущего нас куда-то в сторону некой коды, некого вывода, некого финала, какого-то импульса. Этот импульс совершенно растворяется. Зачем все это нужно? Ну, разумеется, за тем, чтобы мы впадали в этот гипноз, мы впадали в трансовое, в молитвенное состояние, которое всегда и сейчас, которое в настоящем продолженном времени. В этом смысл любого религиозного состояния, в этом смысл любого религиозного праздника, проживания чего-то, что было тысячи лет, как еще раз, как прямо сейчас. В этом смысле средневековая музыка блистательно со своей ролью справлялась. Если мы посмотрим, как она устроена, то мы найдем очень много общего в культовой средневековой, даже такого, да, позднего, уже довольно усложненного средневековья, найдем очень-очень много общего с другими религиозными традициями. Это будет похоже на индийскую музыку, это будет немножко похоже на пение тибетских монахов, это будет, ну, одним словом, да, любая культовая музыка, в ней есть вот этот эффект абсолютно не то, что застывших стрелок, а просто циферблата без стрелок, потому что, если бы стрелки были, они бы показывали на все цифры сразу. Если мы пройдем во времени вперед, и мы посмотрим, то было позднее средневековье, теперь ранняя эпоха Ренессанса, она называется Арснова, новое искусство по имени трактата, очень важного, который был тогда написан. И это, кстати, очень тоже значительная штука, на которую я хочу обратить ваше внимание, появляется музыкальная теория, появляется огромное количество слов, которые сказаны о том, как правильно, как можно, как должно, как возможно писать музыку. Как, например, называются ритмические длительности, как нам разграничить такое понятие, как мелодия и ритм. Вот буквально именно этим были, занимались теоретики эпохи Арснова. Если вы послушаете, вообще самое главное открытие Арснова была эмансипация ритма и разделение мелодического компонента и ритмического. Давайте пока вы помните музыку Пиратино, я включу вам музыку XIV века, а потом поясню, что я имела в виду. Здесь уже нет вот этого выдержанного баса, выдержанного, зудящего внизу неизменного тона, над которым вышивают остальные голоса. Голоса здесь гораздо более дифференцированы, они гораздо более независимы друг от друга. Временных событий для нас ритм очень важный, если уж мы говорим сегодня о времени. Оно существенно увеличилось, оно существенно усложнилось. Очень неровными, более причудливыми, менее регулярными, такими очень прихотливо вьющимися стали вот эти ритмические конструкции. Почему это произошло? То, что мы с вами слушаем, это музыка французского автора Гиома де Машо, такого важного композитора как раз эпохи Арснова. И одним из его изобретений была изоритмия, так называемая. В чем она заключалась? Значит, для нас сейчас, для всех вас, совершенно очевидно, что у музыки есть два основных параметра, самых грубых. Это ритм и высотность. То есть я могу, например, менять высоту звука. Сейчас меня все, простите, меня за фальшивое пение, но сейчас звуки все были разной высоты, но одной протяженности. А могу менять протяженность звука, например, вот сейчас никакой высотности не было, а была голая ритмическая структура. Вот когда-то, я всегда привожу этот пример, существовал старенький телефон Nokia, который можно было так настроить, чтобы он пел тебе, когда тебе звонят, не Nokia Tune, а чтобы он какой-то твой звонок. Вот можно было свой звонок ему записать. И эта программка, простенькая, как три копейки, она как раз была идеальной иллюстрацией того, как европейцы думают о музыке. Она предлагала тебе выбирать ноты разной длины и под эти длины накладывать разные высотности. То есть, понимаете, была условная гамма, из которой можно было нарезать ноты разной длины, вернее так, да, и можно было тогда настроить, насколько ты способен что-то подобрать, можно было настроить какого-то своего чижика-пыжика. Для композитора, вообще в 13 веке не было композиторов, да, были люди, которые составляли вот эти литургические песнопения, они себя композиторами не считали и не были таковыми, музыка не была авторской. Для него эта программа была бы абсолютно чем-то инопланетным, потому что ритм не существовал как отдельная категория. Ритм прилагался к архитектуре латинского слова, которое пропевалось, да, вот если мы вернемся на секунду к пиротину, вы помните, да, текст там поется на латыни. И в зависимости от того, какой длины или краткости слова, куда падает ударение, как оно устроено, как устроена фраза, длинная она или короткая, вот как я сейчас говорю, у моей речи есть ритм определенный, но я не продумываю его как-то каким-то отдельным интеллектуальным усилием, да, просто структура русского слова, она направляет в ритмическую составляющую моей речи. Вот так была, представьте, устроена средневековая музыка. В 14 веке ритм очень сильно отделяется, очень сильно эмансипируется, и как раз из ритмии, вот то изобретение Гийома Демашо, которое слышно в этом матете, в этом многоголосном сочинении, она представляет собой одну и ту же ритмическую структуру, то есть условная, которая накладывается на разную высотность нот, например, там-да-дам-да-дам, или там-да-дам-да-дам, или там-да-дам-да-дам. Вы слышите, ритм все время один, звуковысотная фигура все время разная. Вот это супер для нас сейчас простенькое, да, и очевидное такое изобретение, оно на самом деле было громадным прорывом вперед, и оно очень сильно разделило мелодическую сторону, и Гийом Демашо придумывает для нее, и вообще школа арт снова придумывает для нее отдельное слово, и ритмическую сторону, и таким образом музыка получает огромный резерв, огромный резервуар выразительности. Каким образом становится направлен временной процесс? Ну, мы можем сказать, что... Ну, мы можем ли мы сказать, что здесь есть, например, какой-то тезис, дальше его развертывание, дальше кульминация, дальше какая-то увлекательная новая разработка, дальше какой-то провал мысли, потом снова взлет, вот все то, что будет в симфонии Чайковского, например, знакомой и милой нашему сердцу. Ничего подобного. По-прежнему очень причудливо струится здесь время, оно так движется, ну, в общем, едва ли, да, оно пошло, без сомнения, какая-то стрелка на часах появилась, и без сомнения какой-то процесс направился куда-то, но, тем не менее, все еще вот такого повествования, да, с мелькающими кадрами, такого кинофильма, который мы ждем, аудиального кинофильма, который мы ждем от музыки, все еще здесь нет. Если мы пойдем еще немножко дальше, то мы окажемся в эпохе позднего Ренессанса, это XVI век. Давайте послушаем конец Песназа, начало XVI века. Субтитры создавал DimaTorzok Во-первых, вот эта пульсация, вот это забившееся сердце, здесь уже никаких не оставляет нам сомнений в том, с какой скоростью все происходит. Субтитры создавал DimaTorzok Полифония из строгого стиля, старинной полифонии. Она подразумевала, она, во-первых, придумала очень внятно для себя, теоретизировала, что такое консонанс и диссонанс, какие гармонии должны, какие не должны, какие ласкают слуха, какие нет. И по-прежнему, исходя из того, что я думаю, что вам всем, вами всеми эта музыка воспринималась как безмятежная и светлая, мы вот с XVI века примерно разделяем это представление. И диссонантные какие-то проявления, конфликтные, особенно в духовной музыке, а по-прежнему основным плацдармом для работы профессионального композитора являлась музыка духовная, а не светская. Светская занимала такую нишу приятного, обиходного, приятного бытового веселения, усложнения слуха, такой аристократической забавы. Мы все-таки говорим про большую профессиональную музыку, она вот по большей части, как и картина, кстати говоря, да, вы помните, наверное, она была духовной. Так вот, вот эта диссонантность, она в духовной музыке могла появляться, но она была строжайшим образом дозирована. Вот как вы кладете только одну гранулу чего-то острого или чего-то очень соленого, или, да, иначе она абсолютно разбалансирует целое, разбалансирует какой-то вами создаваемый равновесие вкуса. Вот то же самое в музыке, если вы обратите внимание на то, мы с вами слушаем музыку замечательного композитора как раз эпохи зрелой Полифонии, его зовут Джоскен, вообще полное его имя Джоскен де Пре, но он настолько велик, что иногда как Леонардо, просто говорят Джоскен и все. А на картинке другой великий мастер 16 века, Джованни да Паллистрино. Очень сложное многоголосие, я, ну, мы можем вернуться на секундочку к этому примеру, для того, чтобы просто вы обратили на это внимание. Посмотрите, сейчас уже не какой-то он стоит на месте. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И по сути, эта музыка по-прежнему апеллирует к состоянию медитативного транса и к безвременью, с одной стороны. С другой, сказать, что в ней совсем нет концертности, и она совсем вас не развлекает, и совсем не хочет, чтобы вам было приятно и сладко, будет лицемерием. Естественно, эта музыка чрезвычайно профессиональна. Если вот мы, например, еще могли представить себя примкнувшими, вот представьте, вы испытали вдруг католический экстаз, захотели запеть с певчими, которые поют музыку пиротина в храме, вот помните 13 век, в целом это возможно. Здесь уже она абсолютно удалена от возможности собравшихся верующих петь вместе, то есть она ставит себя в эту концертную ситуацию, она пока еще не развлекательно концертна, как будет буквально через две минуты, но в уже концертной ситуации она находится. И подтверждение тому, например, если вы помните, одно из главных претензий Мартина Лютера к католическому искусству, и вообще католическому богослужению, мы сейчас продажи индульгенции оставим в стороне, но вот если мы говорим про внешнюю сторону католицизма, был его невероятный гедонизм, невероятное его утопание в роскоши. Так вот это совершеннейшая звуковая роскошь. Вот эта полифония могла быть сложной, а могла быть очень сложной, а могла быть такой сложной, что это уже кажется чем-то демоническим. Она могла вот этих независимых линий, я привела в пример пятиполосную трассу, представьте себе 36-полосную трассу, по которой мчаться, не сталкиваясь, и ведя себя в соответствии с множеством, со сводом очень сложных правил, мчатся вот эти голоса, мчатся вот эти движущиеся точки. Ну, мы еще увидим визуализацию того, как это в принципе возможно. Одним словом, полифоническая музыка была очень сложна, ориентирована по-прежнему на медитацию, с другой стороны, очень удалена уже от простого человека. Кстати, если договорить про протестантскую музыку, если вы когда-нибудь слышали протестантские хоралы, которые пришли во время реформации на место этому сложному, изысканному, такому, сиборитскому немножко, многоголосному пению, то они нарочито простые, они одноголосны, никакой полифонии, могут петь все, то есть вы сейчас все элементарно бы исполнили протестантский хорал, если бы захотели. Это очень примитивное, так мерно шагающее, без скачков, без сложности, без задержаний. Абсолютно бесхитростная мелодия, которая призвана, наоборот, в ощущение совместно молящейся толпы. Это как раз немножко возвращение к той ритуальной функции музыки, о которой я говорила вначале. Совершенно иначе звучащее. Теперь давайте мы с вами посмотрим, вот XVI век, это конец эпохи Ренессанса, мы с вами подошли к очень важному рубежу. Давайте посмотрим на то, что за этим рубежом пролегает. Мы послушаем музыку, которая прямо на рубеже находится, еще не за, а прямо на нем. Это музыка светская будет, поэтому вы можете меня упрекнуть в некотором жульничестве. До этого ставила вам музыку духовную, теперь ставлю светскую и напираю на контраст. Но тем не менее, давайте послушаем. Семюшка погромче. Семюшка погромче. Семься погромче. Семься погромче. как будто бы все то же самое по-прежнему поют без инструментального сопровождения капелла голоса но появляется какая-то очень важная вещь то бессобытийность то безмятежность ощущение того что это может длиться бесконечно вот у нас да была музыка 16 века который абсолютно таким тяжелым каким-то медом выпадает и мы не можем из нее выпутаться она абсолютно не предлагает нам ничего кроме вот этого состояния бесконечного плавания в красоте и в свете здесь начинают появляться динамические события начинают появляться какие-то отдельно выделенные фразы какие-то более ярко подчеркнутые сфразированные особым образом сфразированные элементы рельефа музыкального начинают появляться такие причудливые связки слова и звука например я думаю что вы обратили внимание не пели уже не на латыни они пели на итальянском и речь здесь идет о изображается природа в этом стихотворе это итальянское стихотворение такой жанр называется мадригалом музыкальное стихотворение как правило любовное лирическое может быть философское часто фривольное бывают очень такие очень амурного почти почти непристойного содержания мадригалы но вот это такой чувственно лирический мадригал это описание природы где описывается множество разных звуков бормочет волны шепчет ветер шелестит листва прибой и в конце появляется раненое сердце которое вот во всех этих звуков купаясь она находит а продолжить на покой эта музыка 1590 года самый самый конец 16 века и мы видим что музыка начинает постепенно озадачиваться а именно из искусства мадригала выкристаллизуется самое главное изобретение боги барокко опера музыка начать озадачиваться рассказом сюжета она начинает хотеть стараться здесь пока это еще очень невинно но сейчас вы увидите в более развитой уже в более на более развитом примере когда выглядит она начинает озадачиваться развлечением человека предлаг предложением ему неких звуковых лакомств увлечением его внимание и сцеплением произнесенного слова до поэтического итальянского поэтической итальянской фразы с тем как будет вести себя мелодия как будет вести себя многоголосие это было к слову сказать это не изобретение конечно мадригала это было и в церковной музыке в старинной и вот это связка поэтического слова и определенного поведения мелодия сейчас я поясню как именно это может выглядеть она потом перекочевала и в оперное искусство тоже но конечно когда речь идет не о духовном тексте а тексте светском требования выразительности вот требования которые которые музыка должна удовлетворять чтобы с этой поэтической строкой оказаться спаянной они гораздо выше они гораздо сложнее давайте посмотрим в 17 веке уже в эпоху ренессанса к чему мы с вами приходим в эпоху ренессанса к чему мы с вами приходим в эпоху ренессанса к чему мы с вами приходим еще в день и ю ю ю В юмляльной вены Обычи, в юмляльной вены Обычи, в юмляльной вены В юмляльной вены Ставь от мать Мы выбираем Нимфу Присо Кого мы с вами наблюдаем здесь? Здесь мы наблюдаем уже никаких-то абстрактных певчих, а мы наблюдаем с вами нимфу. Это персонаж оперы Франческо Ковальли Калисто, взятая из метафорфоза Авидия, которая переживает, в отличие от певчика, которые пели прекрасного Жаскена в предыдущем примере, она здесь переживает некую вполне понятную нам письма, чьи виды для нас разделяют По очень неочевидному поводу тоскует была прекрасная роща у нее в идиллической Аркадии, где нимфы имеют свойство прогуливаться, которая давала ей в жаркий день тень и убежище. Вот эта роща оказалась выжжена, и несчастная Калисто оплакивает превратившиеся в уголья, некогда прекрасно шелестевшие и дававшие прохладу. И это все, которые видят прекрасно, решают, что часто делают ее с ума с ним, и они не знают, что она не знает, что она не знает, что она не знает, что она в момент из врача и целомутрия его отвергает, когда он для ментальности преобладает с ума с ума с ума с ума с ума и в этом году мы с вами находимся в основном вопросе о том, как музыка барокко, как она в пиелле могла изложить различные чувственности, пряности, всякие, всякие, такие, и сюжетные. Музыка Пришло в музыку вместе с оперой, поскольку опера выводит на сцену солиста-певца, больше не абстрактные голоса движутся в струящейся материи многоголосного духовного сочинения, а есть солист, который в образе, который изображает какого-то героя, герой находится в месте конкретном какого-то сюжета, и соответственно отображение этой эмоции должно быть очень ярким, очень насыщенным, легко узнаваемым. И через некоторое время в эпоху барокко сформировалась такая система, целая такая теоретическая сетка, которая подразумевала определенные аффекты. Для нас сейчас это слово означает какое-то измененное создание, в котором ты делаешь что-то опрометчивое. Вот аффект – это любая сильная эмоция. Аффекты, которых было там определенное количество, они легко считывались слушателям. Вот появляются знаменитые ария гнева, ария бравурная, ария такой героической готовности пойти свернуть горы, ария мольба, ария тоски, вот, например, как здесь, такая жалующаяся ария. Одним словом, появляется набор очень жестко сформулированных в наборе музыкальных штампов, очень хорошо ложащихся на ухо слушателя, очень ярко доносящих какую-то эмоцию чувств, повторюсь, называются аффектами, которые начинают окрашивать те или иные оперные номера. Давайте посмотрим, как, мы вернемся с вами к тому, как идет время, и посмотрим, как, например, время, которое в духовной музыке, как мы с вами говорили, преимущественно стояло или двигалось, но едва-едва. Вот в музыке 16 века тоже мы не видели настоящего стремления, полета к какой-то цели. Давайте посмотрим, что происходит здесь. Вот у нас есть нимфа Калиста, давайте посмотрим драматургически, как для нее проходит время. С одной стороны, вроде бы, сюжет задвигался, потому что появился живой человек с бьющимся сердцем, переживающий глубокую, сильную, концентрированную, кстати сказать, более концентрированную, чем когда-либо в жизни. Вы никогда с таким самозабвением не отдавались к тоске, как нимфа Калиста, какую-то эмоцию. Но, тем не менее, внутри его номера, внутри его арии, вот от начала и до конца, пять минут, что будет идти условный трек, эта эмоция не поменяется. Она, в отличие от театрального монолога, когда герой ступил на сцену одним человеком, и дальше он, размышляя вслух, постепенно приходит, он совершает какой-то выбор, чего-то отрекается к чему-то, какое-то открытие совершает. Ничего этого не может быть в барочной арии. Она представляет собой абсолютный стоп-кадр в эмоциональном смысле. То есть музыка вроде как открыла движение, открыла аффект, открыла этот полет, но еще не научилась, как его практически освоить. Вот внутри одного этого номера аффект будет абсолютно неизменен. Таким образом, время, например, возникает вопрос, как оно движется в опере, в той же, где сюжет движется, соответственно, множество аффектов, и они разные. Происходит это следующим образом. Опера имела, к середине 17 века складывается эта структура, она имела такое ступенчатое строение. Арии чередовались с речитативами. В речитативах, если опера была попроще и подешевле, говорили, как я сейчас, если по аристократичнее и подороже, то мелодекламировали, наполовину пели, наполовину говорили, начитывание под аккордовое сопровождение. Так звучал этот речитатив. И в речитативах как раз принимались решения, люди встречались, расставались, узнавали о чем-то, клялись вместе. Одним словом, сюжет двигался. После того, как он подвинулся из А в Б, герои у нас перегруппировались и оказывались в новой точке этого повествования, наступал полный стоп. Такая десантировавшаяся на оперное полотно начиналась ария, в течение которой ничего совершенно не могло происходить. Вот герой узнал только что о том, что кто-то убил его отца, и он клянется вместе. И дальше он начинает семиминутную арию, где он в состоянии абсолютно ровно, террасно длящегося гнева, он клянется вместе. Вот таким образом, соответственно, такое толчкообразное было время. Эмоции, как я сказала, были очень концентрированы. Я сказала уже, что нимфокалисту гораздо менее живая, чем какие-нибудь, ну не знаю, герои кино или каких-нибудь более поздних опер. Мы с вами поговорим об этом. Она такая немножко кукла в каком-то очень, ну или какое-то волшебное существо в далеком от нас сугубо театральном мире. Она нематериальна. Почему? Потому что владеет ей только одна эмоция и очень сгущенная, очень концентрированная. Чтобы вы увидели, как это позже еще выглядит, мы с вами послушаем музыку начала 18-го уже века. Это зрелая эпоха барокко. И посмотрим, что происходит здесь. Значит, это оратория Георга Фридриха Генделя «Триумф времени и разочарование», где герои еще дальше от нас, чем нимфокалисту, еще более в далеком таинственном театральном мире какие-то волшебные существа. Это четыре аллегорические фигуры – красота, наслаждение, время и разочарование, которые на протяжении почти трех часов решают насущный и сложный вопрос, как лучше поступить к красоте. Ей забыть о времени и ринуться в омут греховных наслаждений или ей быть богобоязненной, добродетельной, помнить о времени и, соответственно, обрести вечную жизнь. Вопрос, как вы понимаете, захватывающий. Сразу очень хочется следить за этим сюжетом. Все это очень увлекательно. Вот мы с вами увидим аллегория красоты. Она на протяжении оратории, за эти несколько часов, она как раз проходит от стадии полного отрицания времени и желания жить быстро и умереть молодой до молитвенного его принятия. В конце такая ария она поет очень сверхъестественно, таинственно, почти мистериально окрашенная. Вот она приходит к созерцанию вечной жизни, правды и добродетели. Вот здесь она еще на своей такой более рок-н-ролльной стадии, она как раз отрицает время, гневается на него и говорит, что оно как с остро наточенной косой, она проклинает его и хочет забыть о нем, и будь что будет. Давайте посмотрим. Это, повторюсь, не ария какого-то, даже не ария нимфы Калисто, а это ария аллегории красоты, гневающейся на время. Гнев, который она будет испытывать, это очень типичная ария дифурия, ария бешенства, ария ярости, ария гнева. Вы его услышите во второй части арии. В принципе, арии в эпоху барокко имели по большей части трехчастную структуру А, Б, А. То есть крайние разделы повторялись и была контрастная, не обязательно сильно контрастная, здесь довольно ощутимо, но контрастная серединка. Мы с вами посмотрим современную, несколько лет назад, в 16-м, кажется, сделанную постановку этой оратории, которая добавляет театрального действия для того, чтобы все это с большей яркостью было представлено слушателю. В качестве аллегории красоты здесь девушка, которая вначале приходит на опасную для здоровья вечеринку с юношей, которая эту вечеринку не переживает. Вы сейчас увидите, как он тут оживает на время. В принципе, он мертв. А девушка непонятно, мертва или нет, она оказывается в таком странном лимбе, где, собственно, происходит все действие оратории. Она не то в реабилитационной клинике, не то в какой-то, собственно, галлюцинации, не то в чистилище. В общем, ей самое время, но не умерла, ей самое время подумать, дальше наслаждение или все-таки нет, или помнить о времени и опомниться. Вот давайте посмотрим. Это будет серединка арии, то есть она начинается здесь в середине, и это будет как раз более контрастно. Да, здесь я жена ее участия. Крайняя. Раздела. Песня. Раздела. Крас Perez Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Обратите внимание, гнев не живого существа, не героини, с которой мы можем сличить какую-то свою память о какой-то пережитой эмоции, а аллегорической фигуры, то есть мраморной девы на каком-то фасаде, которая гневается на аллегорию времени. Но какая роковая мощь, какой настоящий, ну такой вот очень сильно впередустремляющий импульс, какой невероятный драйв в этой музыке. Вот эмоциональность музыки барокко, ее аффектированность и полное несоответствие этого аффекта чему-то в реальности житейскому, потому что мы никогда не испытываем один только выкрученный до абсолютного максимума какой-то эмоциональный аффект. Мы всегда в метаморфозе, и мы состоим сразу, да, наша эмоциональная жизнь состоит сразу из полифонии этих аффектов, да, из сложного сопоставления одновременно борющихся за нас эмоции. Чем мы взрослее и умнее, и более развиты, да, тем сложнее эта картина. Вот борочные герои в этом смысле абсолютно такие волшебные, волшебные существа. Они наполнены своим аффектом с пяток и до самой макушки, как, ну, или очень маленькие дети, или персонажи сказок. Это ни капельки эпоху барокко не смущало, потому что эпоха барокко вообще любила всячески подниматься над и уходить от натуры, от природы с ее бескрасочностью, с ее малоинтересностью, с ее будничностью. И, например, самый главный, такой самый ходовой оперный голос в эпоху барокко, это был высокий мужской голос, сейчас это школа контртенорового пения, которая, наверное, вам знакома, такая наиболее звездная, кассовая, заметная и захватывающая из того, что происходит в современном оперном процессе, да, специальным образом очень высоко волшебными ангельскими голосами поющие мужчины. Так вот, в эпоху барокко это была целая индустрия певцов, певцов-кастратов, которые были грандиозными звездами, которые были настолько востребованы, что в одной какой-то оперной партитуре, например, могло быть 12 персонажей, из которых, например, 7 были от 7 разного пола, причем, да, это могли быть какая-нибудь царица и одновременно какой-нибудь, я не знаю, благородный рыцарь, да, вот он же мог, для него же могла требоваться партия высокого мужского голоса, да, вот из них 7 могли быть отданы певцам-кастратам, за них театры, антрепренеры невероятно воевали, то есть это действительно было сравнимо с состояниями, которые сейчас тратятся на футболистов или на привлечение какой-нибудь мега-голливудской звезды к тому или иному фильму. Так вот, нету ничего более неестественного, неприродного, чем мужчина, поющий в женском регистре, да, очень высоко. Именно обман природы, именно вот эта таинственная игра, выдавание одного за другое, именно эта эпоха барокко захватывала. И отсюда как раз, да, вот искусственность и искусность, которые делят один и тот же корень, да, отсюда персонажи, которым ничуть не мешает быть невероятно увлекательными, их полная античеловечность и антипохожесть на нас. Значит ли приход эпохи барокко, приход оперы и приход гомофонии, сейчас опять была гомофонная музыка, да, у нас была одна солистка и аккомпанемент, значит ли это, что полифоническая музыка исчезла? Нет, не значит. И в ней тоже по-своему очень идет, очень специфически идет время. Значит, если мы говорили о времени барочной оперы, то это такое толчкообразное, вы помните, да, пунктиром идущее время, то идет, то встает, то идет, то встает. Если мы посмотрим на то, как звучит полифоническая музыка в эпоху барокко, то эта полифония не строгая, не та, о которой мы с вами говорили, когда говорили про XVI век, а так называемая полифония свободного стиля. Она отличается тем, что, во-первых, она игралась на инструментах, помните, в XVI веке все пели, никаких инструментов мы с вами не слышали. Во-вторых, она гораздо более витиевато, свободно, аффектированно, интересно. Откуда она все это взяла? Конечно, из оперы. И голосоведение в ней, ну мы сейчас с вами, помните, я говорила все про эту такую совместность, да, и синхронность, голоса в ней очень интересно, очень показательно себя ведут. Мы сейчас с вами увидим, как. Для того, чтобы понять, как именно, мы с вами посмотрим один такой антипример. Это будет музыка австрийского композитора Генриха Игнаца фон Бибера, который, ну он такой сильно-сильно старший современник Вольгенга Амадея Моцарта, да, он барочный мастер, работавший в том же городе, в Зальцбурге. Мы с вами послушаем его сочинение под названием «Баталья», которое содержит такую веселую музыкальную шутку. Значит, «Баталья» — это программное музыкальное сочинение на военные темы. Шутка заключается в следующем. Одна из частей демонстрирует нам ситуацию, при которой несколько военных лагерей, разбитых на одном поле, каждый там за своим костром, за своим мехом вина, затягивает какую-то песню, и они все не слышат друг друга. Есть такая точка на этом поле, где все песни слышны одновременно. Как вы понимаете, это полифоническая ситуация. Ну представьте, да, что вы стоите во дворе, и сразу из четырех квартир доносятся, из четырех машин припаркованных доносятся радио, да, ну кошмар. Вот примерно такую же ситуацию с невероятным остроумием нам в конце XVII века демонстрирует Генрих Бибер. Мы немножко заранее начинаем, чтобы вы представляли, как в целом звучит. То есть ничего такого, да, нормально звучит музыка Бибера, и вдруг. Музыка Бибера ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И дальше мне нравится, как морок все это улетучивается. Кстати, начинается гомофонная музыка. Вы слышите, вот у нас солистка стоит, она... Да, у нее мелодия, остальные ей аккомпанируют. Значит, зачем мы с вами это послушали? Это пример намеренно сделанной плохой полифонии. Вот то, что получается, каша, которая получается, когда четыре радио кричат одновременно. Чтобы вы ощутили чудо, волшебство, если я вам сразу показала, вам показалось, что это само собой разумеется. Но это фантастика. Сопряжение действительно независимых нескольких мелодических линий, так что они образуют идеальное совместное целое. А также это прекрасный такой видеопример, который нам позволяет, не зная нот, оценить, как устроена полифония свободного стиля. Это музыка. Это 1722 год. Зрелая барокко. Хорошо температурный клавин. Первая фуга. Фуга, конечно. Фуга, конечно. Очень коротко о том, в принципе, это лекция часть курса, поэтому мы отдельно про это говорим долго и подробно, но у нас с вами нет такой возможности, поэтому я позволю себе сказать два слова, как устроена фуга, просто иначе совсем ничего не понятно. Давайте посмотрим. У нее есть тема. Еще раз сначала. Вот она. И дальше она повторяется из голоса в голос, на разных уровнях стартуя. А вот одна из любимых баховских штучек, она началась в верхнем голосе, и она же с запаздыванием начинается в нижнем, ну, в более нижнем, вы видите. И она, ну, представьте, что я беру какую-нибудь песню группы Абба, да, я нажимаю play, play, вот так вот делаю, с западанием, и таким образом придумана эта песня, что в результате получается вот так. ВОЛНИТЕЛЬНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... По сути, нельзя все-таки, нельзя сказать, что полетела, вот у нас помчалась какая-то видеозапись, где у нас одно в другое, мелькают кадры. По сути, это еще похоже на вращение какой-то фигуры. Вот она абсолютно ясна, совершенно залита светом разума, вот мы прямо видим, как она обращается, мы способны ее ту в одну сторону, ту в другую повернуть, вот точно так же композитор обращается с Бах в данном случае, с темой своей фуги. Но она предельна, она конечна, она объективна и она заранее обсуждена, ее возможности, они заранее известны. Теперь мы с вами перемещаемся в эпоху классицизма, в век просвещения. Если барокко занимает 150 лет, кстати, не знаю, вы заметили или нет, это, конечно, такое некоторое упрощение с моей стороны. Ренессанс, помните, начался в 14 веке, кончился в 16. Кстати говоря, в живописи это пораньше происходит, в музыке в 16 веке, 300 лет занимает. Барокко 150, 17 и первая половина 18. Классицизм, как несложно догадаться, 75. Это вторая половина 18 и первая четверть 19, примерно до 1825 года. Чтобы просто, да, вы понимали, да, все сильнее уменьшается нарезка, да, и дело не в датах, а в смысле. Давайте посмотрим с вами оперную музыку эпохи классицизма 18 века. Сравним. Тут, надо сказать, что пример тоже не очень показательный, потому что то, что мы с вами посмотрим, это комическая опера Буффа. Герои, которые никогда не стояли так высоко на бронзовом подиуме, на котором стояли герои оперы Стерия, да, серьезной оперы, которая была там на мифологические сюжеты, помните, нимфу Каллиссо, которая благородно страдала. Или, тем более, аллегорические фигуры, как вот было в легендовской оратории. Тут всегда все было попроще, повеселее, побуржуазнее, подоходчивее, так, для людей. Но, тем не менее, давайте мы с вами посмотрим, как устроен здесь герой. Значит, это будет всем хорошо известная шлягерная абсолютно опера Моцарта «Свадьба Фигера», где главная героиня Сюзанна, служанка, которая вечером должна сочетаться браком со своим ненаглядным Фигера, она находится в затруднительной ситуации. Тут у нас довольно тускло, но, в общем, я буду показывать. Вот есть граф Альмавива, который хозяин замка, где работают Фигера и Сюзанна. Он чинит, как вы, может быть, вы помните даже сюжет, да, он чинит всяческие препоны этой свадьбы, потому что на Сюзанну положил глаз. И он в качестве одного из препятствий, он всячески помогает вот этой женщине. Это женщина-живое препятствие, зовут её Марселина. Это пожилая дама, которая в этой постановке, она такая абсолютная красавица и такая, ну, как сказать, элегантная леди. В принципе, это такая комическая старуха должна быть. Она появляется в замке, потрясая долговой распиской, которая когда-то была для неё написана Фигера. Фигера когда-то у неё занял деньги, обещал жениться, если не вернёт. Конечно, не вернул, и теперь она хочет, чтобы он на ней женился. Граф этому всячески помогает. Но, к сожалению, план проваливается, потому что во время судилища выясняется, что истица и ответчик давно утеряны, и мать, и сын, давно потерявшие друг друга. Она его заключает в объятии, говорит, ах, Рафаэль, и, в общем, понятно, что никакой свадьбы не будет. Но Сюзанна про это не знает, служанка, невеста Фигера. Она приходит, вот как раз в том моменте, который мы сейчас с вами будем смотреть, она приходит, собрав деньги для того, чтобы выкупить своего любимого, и видит его обнимающимся со своей вновь найденной матерью. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну это ужасное избитое сравнение Но наверное только с пушкинским стихом Можно сравнить вот эту Ну какую-то Абсолютно Невозможную техническую Гладкость с которой это сделано Мы совершенно не замечаем за этим полетом За этой радостью, за этим романтическим Восторгом не замечаем Насколько здесь сложно то что здесь происходит Да здесь шесть героев которые поют Сложнейший ансамбль на сексет И каждый находит в своей какой-то в эмоциональном смысле тональцы, да, каждый поет о своем и находится в своей стихии. Все это вместе спаивается в удивительную конструкцию, но мы даже это сейчас оставим в стороне. Обратите внимание на Сюзанну. Сюзанну мы с вами видим примерно столько же, сколько мы видели аллегорию красоты или нимфу Калиста, да, но она успела сменить тысячу состояния. Она зашла в состояние праведного гнева, потом она приревновала, потом она вспылила, потом она не поняла, что происходит, потом она устыдилась, потом она умилилась, зарыдала, да, то есть она очень-очень и довольно быстро, с той же скоростью, с которой это произошло бы в классической театральной постановке, да, она довольно быстро проехала по довольно сложной эмоциональной траектории, чтобы сделал барочный автор, вот еще автор за сто лет до Моцарта в этой ситуации, первым делом он бы остановил музыку. Дальше все происходило бы со следующей скоростью. Сюзанна спела бы арию ревности, она арию гнева бы спела, дифурия, значит, нападая на Фигера, после чего Фигера спел бы арию, где он рассказывает ей, да нет же, это моя мать, после этого, ну или это даже могло еще одной арии сопровождаться, например, со стороны матери, которая счастлива найти своего давно утерянного сына, после этого они бы спели, ну или какой-нибудь ансамблик, или бы Сюзанна и Фигера спели дуэт «Какое счастье, что все разрешилось». Вместо трех минут это заняло бы примерно полчаса, в этом смысле барочная опера, настоящее испытание для нервов, потому что время там идет очень в духе 17 века, да, совсем на других скоростях, ну а самое главное, что вот эта ступенчатость, да, вот эта покадровость, она уступила место, наконец-то уступила место, как бы, да, вот было слайд-шоу, а пошло видео, да, у нас наконец-то задвигалась картинка. В свадьбе Фигера же есть очень прославленное место, которое включают всегда во все учебники, когда в комнате накапливаются герои, сначала их было двое, потом третий зашел, принес какую-то свою, весь ситуация поменялась, четвертый, там сложная интрига, которая проворачивает персонажа с новой информацией от четвертого, она делается еще сложнее, потом пятый, который приходит, говорит, что все было вообще не так, а так, и нужно придумывать что-то новое, а музыка льется и льется и льется абсолютно, вот как мчащийся по склону лыжник, который удивительно, вот как будто бы по маслу едет, вот удивительным образом обтекая все препоны. Почему? Потому что это эпоха просвещения, это эпоха классицизма, ну, потому что это Монстр в первую очередь, да, потому что в этом смысле он был человеком, который абсолютно по-новому вообще придумал и гениальным драматургом, абсолютно по-новому придумал оперную драматургию, но эпоха классицизма является временем невероятной действенности. Если барокко заточено под состояние, оно все еще рассматривает аффект, то здесь время приближается к тому, что показывают часы, оно устремляется вперед к какому-то потенциально достижимому результату. Это время огромного энергетического такого взлета, огромного взлета в эволюции идей, огромных надежд, таких чаяний очень идеалистических, связанных с рациональным устройством мира, воспитанием общества, гражданина и индивидуума, с образовательной ролью искусства, которая оказалась, да, театр, который начинает восприниматься как инструмент по созданию идеального человека. И из-за этого, во-первых, действие существенно ускоряется и укрупняется его масштаб, появляется очень мощное, очень драматическое, конфликтное развитие. Это конфликтное развитие лучше всего слышно даже не в театре, а в главном изобретении эпохи классицизма в симфонии, то есть вы уже понимаете, да, эпоха барокко изобретает оперу, классицизм в симфонию, симфония помладше на 150 лет, получается, чем опера. Но если мы так совсем укрупним и посмотрим, что самое главное начинает делать эпоха классицизма, она, любое состояние, из-за того, что она устремляет его к некому результату, который вот виднеется вдали, она превращает его в такой трек, где на конце все-таки есть финишная ленточка. Она начинает придумывать форму и мыслить форму как предельную, как с той стороны замкнутую, как потенциально могущую завершиться. Таким образом, она заимствует от риторики систему развития музыкальной мысли, где есть сначала какой-то тезис, потом ему предлагается антитезис, они борются и приходят обязательно к какому-то синтезу, к выводу, к результату, к какому-то резюме. Очень часто в операх бывает моралите, когда герои выходят и говорят вот так и так, плохой наказан, хороший торжествует, какая радость. Обязательно в конце черта и итого. Вот эта предельность формы, в отличие, например, от полной беспредельности музыки ренессанса. Вы помните, если музыку 16 века, вот она в состоянии этого заплыва среди быстревожных берегов, она могла провести два часа, могла пять, могла пятнадцать, по-хорошему. Здесь это совершенно исключено, потому что такая действенность, такой энергетический порыв, что он обязательно должен приземлиться в каком-то месте. Это можно рассматривать как такую идеалистическую попытку борьбы с идеей бесконечности, со страхом перед бесконечностью времени, с, опять же, идеалистическим стремлением века просвещения все расчертить на классики, все расчертить на удобные какие-то дольки, да, и в каждой дольке распределить постижимый, естественный и какой-то гармонично пропорциональный соседнему объему информации, да. Мы понимаем, что вот сейчас казалось, наверное, что Сюзанна очень живая, вот она наконец-то реалистическая, на самом деле, конечно, нет, потому что мы знаем, что время на самом деле не движется так аккуратненько и опрятненько, как оно делает этого эпоха классицизма, оно на самом деле движется толчками, скачками, иногда встает совсем иногда, то есть это следующая романтическая эпоха, которую мы с вами закончим, потому что цель наша дойти до музыки в ее самом узнаваемом для нас состоянии, вот там уже будет открыто, и это будет очень страшное открытие, гораздо более реалистическое, гораздо более пугающее время. Здесь пока что еще сияет цвет разума, еще пока что не свершилась французская революция, которая потоплена будет в крови, и последующая война, Венский конгресс, да, события начала 19 века, которые очень жесткую посадку обеспечили всем этим очень высоким чаянием. Вот пока чаяние в самом разгаре, и мы видим музыку, в которой работает какой-то удивительно отлаженный, удивительно продуманный, очень гармоничный механизм. Этот механизм, например, в следующем нашем опусе, он уже дает знатный такой сбой. Мы сейчас с вами послушаем финал, начало финала девятой симфонии Людвига Ивана Бетховена. Обратите внимание, она начинается просто с какого-то грохота, да, что-то упало, что-то с грохотом катится в тар-тарары. И внимание! Это нельзя назвать мелодией, нельзя назвать темой, это речитатив. Вот это как раз то такое, да, декламирование, скандирование, какая-то театральная речь, то есть элемент оперы, инкорпорированный в симфонию, мы видим постепенную мутацию жанра, а также, это очень важно, это некий герой, это некий обращающийся к нам напрямую, ну, мы можем сказать, автор, какой-то сверхразум, какой-то творящий гений, да, это кто-то из-за предела симфонии, то есть из-за предела уже сочиненного текста, уже созданного условного экранного мира. Мы слышим его голос, так всегда работает включение прямой речи в инструментальной музыке, да, в музыке, где нет речи, вдруг, как будто, начинается имитация человеческого голоса, она всегда включает нам, немножко переводит камеру на автора, немножко за пределами симфонии мы оказываемся. Внимание, что происходит потом. И снова еще один мочитатив, и тут тоже интересные знаки припинания. момент нерешительности, и начинается цитата из первой части, это начало четвертой, а симфония начиналась вот так. То есть цикл как бы вспоминает сам о себе, оглядывается назад. Опять этот пассовик-кайф-карандр, что-то отвечает на окружно-вослушенную ниву. Явно не ставит точки, но это явный вопросительный знак. Внимание! Это цитата из второй части. То есть видите, да, как будто бы кто-то сговаривает фрагменты, напоминает или сам перебирает кусочки уже звучавшего. И каждый раз они к чему не приходят. Но здесь угадайте с трех раз, что сейчас будет звучать, конечно, кусок из третьей части. Кстати говоря, это уже спорит с пассоцистской эстетикой непрерывного движения времени по направлению к тишу, как бы к гравитационно тянущему себе результату. Да, здесь видите, вдруг симфония немножко растерялась, сама себя стала вспоминать. Пошла назад. Но, как вы видите, третья часть тоже не удовлетворяет. Видите, не будет удовлетворенность, когда это удовлетворяет. Удовлящая. И, внимание, появляется тема. Пока еще в эмбриональном состоянии. Хорошо. Это не стручка, сейчас представим, получается, потому что идут к чему-то утвердительному. Внимание, мы с вами послушали 3 минуты 21 секунду финала четвертой части, девятой симфонии Бетховена. По-прежнему еще музыка не началась. Мы сейчас с вами слушали, мы как будто немножко раньше пришли. У нас концерт должен был в 7 начаться, а мы пришли в 6, и вот мы слушаем, как из вот этого толкания каких-то разрозненных мыслей, кусков уже бывших частей, какой-то речи вслух. Это на самом деле даже было похоже, если вы слушали когда-нибудь, как человек говорит сам собой, так, вот это то, это нет, это что-то не то, вздор какой-то, а вот это нет, это что-то. То есть совершенно явно идет какой-то процесс. Вот из всего этого мы слышим, как постепенно выклевывается, как постепенно оформляется, как-то, да, вот из-за этого толкания каких-то импульсов. Кстати, здесь, в этом разложении, похоже на старинное церковное пение, поэтому, может быть, здесь и не какое-то размышление о ходе времен тоже. Видимо, все знают, да, мускулы? Если мы увидим, во что она развивается, тоже довольно штормово развивается и очень непросто. Музыка 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 И вот из этого момента выборы. Посмотрите, как усложняется здесь и временной процесс, и вся ситуация. Во-первых, вот эта история, которая была в начале, это было до основного времени симфонии, до точки ноль, с которой стартует, до нажатия на play. Мы как будто бы вдруг услышали кусочек из того, что у этого абсолютно глухого человека происходило в пределах его чередной коробки, за пределами физически, слышимого его собеседником. Мы слышим, как принимается решение о том, а это вообще была навязчивая бетховенская тема, его финал последнего квартета, его последнего завершенного сочинения называется «Решение, принятое с трудом». Вот мы слышим «Решение, принятое с трудом» здесь тоже. Это еще написано за пять лет до смерти, но тем не менее человек этот уже абсолютно глух и в каком-то абсолютно своем, в своем пространстве варится. Итак, мы начинаем до точки старт, дальше некоторое время мы видим, как мелодия эта, она из одной клетки, вот в такую вселенскую огромную, как это метаморфирует, в огромную сущность. И обратите внимание, что сущность это, опять же, я говорила о мутации жанра в начале, у нас симфония, и в нее вкралась опера. Здесь в нее же вкрадывается месса, очевидно, что это гражданское светское месса, мощнейшее, величественное, очень сложное по эмоции, не случайно. Девятая симфония, у меня целая лекция даже про это была мною нежно любимая, ее можно интерпретировать как только не. Например, если мы посмотрим на нее сквозь сложные и все преломляющие в таком неверном и мистическом свете очки, начало 20-го, середина 20-го века, в ней можно увидеть, если чуть-чуть расставить иначе акценты, вот в этой тоталитарной радости, с которой эти миллионы братаются и шествуют в элизиум, в восторге. Это одок радости Фредриха Шиллера, повествующая о таком аргическом восторге, охватывающем все человечество, великом братстве всех людей. Если немножко иначе в нем расставить акценты, вы понимаете, что получится. Вот это такое абсолютно тоталитарное ее флер и чеканка, которая в ней есть. Вот такая совершенная ее поступательность, устрашающая ее поступательность. То есть это радостное и жуткое, и стихийное, и захватывающее, и азартное небо, в отличие от очень простых аффектов барокко. Посмотрите, какими сложными аффектами начинает изъясняться. Здесь уже, конечно, похороненная эпоха классицизма, это совершенно уже дышащее и романтическим, и каким-то своим особым, свойственным позднему Бетховену, мировосприятием. Ну и, с другой стороны, очень характерным для XIX века. Обратите внимание, время от нашего первого примера, начавшись в полном безвремени, музыка, вообще не мыслившая категориями времени, потому что, например, она не была озадачена ритмом, если мы говорили с вами о средневековье, постепенно ощупывает, постепенно все лучше владеет, постепенно ускоряется. В какой-то момент в фокус ее внимания попадает человек с его чувствами, с его переживанием временным и с его спредельностью проживаемой им жизни и мыслимой ему вселенной, мыслимого его пространства. И вот классицизское время такое наиболее близкое человеку в его каком-то идеализированном представлении. Если мы говорим про романтиков, то это уже совсем другой человек, на мой взгляд, гораздо более реалистический, как ни странно, для нас романтическая доктрина всегда нечто очень далекое от правды. Но вот эта непредсказуемость, стихийность, абсурдность, странность, пугающесть того, как проходит время для нас самих, вы, наверное, знаете, что если мы не будем смотреть на часы, то абсолютно иначе, чем то, что показано на циферблате, медленнее, быстрее, в зависимости от физического состояния, от усталости, от испуганности, от всего. То есть время с нами, время нашей памяти. Вот самый хороший пример, который я люблю приводить в качестве примера абсолютной нелинейности времени, это вот если любого из вас попросить воспроизвести события в вашей жизни, примерно с вашего десятилетнего юбилея и дальше, что с вами было в 11, в 12, в 13, в 14, можно сойти с ума. Вы помните себя в неком аккорде, в такой тотальности, в каком-то медленном взрыве, вы помните себя сразу всего. И вот, например, открытие вот этого индивидуального времени романтиков часто подталкивает к тому, чтобы начинать с конца, с каких-то завершающих фигураций. У Шопена можно найти, это один из очень мной любимых примеров, тоже часто его привожу, балладу, которая начинается с завершающего построения. Такой прям почти романсовый ход, который совершенно явно, вот шла-шла-шла-шла-шла какая-то музыка, и потом да-я-та-там-пам-пам-пам-пам-пам, все, расходимся. У Шопена с этого начинается, и дальше он ретроспективно рассказывает нам очень сложную историю, в которой гораздо более причудливо устроит траекторию, чем это было, например, у тех же классиков. Если мы вернемся к Мессиану, да, и мы посмотрим, как работает с временем 20 век, то все сильнее тяготеет он снова к его остановке. Мы сейчас не будем говорить про это подробно, потому что очень много посвятили эффекту статичного времени в самом начале нашего разговора. Отсюда же, например, стремление поздних романтиков, да, если мы говорим про конец 19 века, к огромным циклам. Вы, наверное, замечали, что Гайденовская симфония идет 20 минут, а Малеровская полтора часа. Именно потому что, опять же, это субъективно понимаемое твое собственное время, которое страшно, удивительно, в нем невозможно наговориться, оно неограниченно расставляется и вмещает какое-то огромное совершенно количество смыслов. В завершение я хотела бы обратить ваше внимание на то, что выбрав какой-то параметр, не обязательно временной, да, мы можем не только про какие-то вещи, связанные с этим, да, могли с любой другой какой-то общей для разных музыкальных эпох точки зрения посравнивать их, но выбирая какой-то параметр и следя за ним очень пристально, и используя его как рычаг, который расставляет для нас вот эти музыкальные события внутри сочинения, мы обретаем какое-то новое совершенно слушание. Мы действительно, это можно делать с большой долей предварительной информированности, с малой, мы действительно становимся очень квалифицированными, внимательными, творчески слушающими, да, очень как бы включенно с отринутым автоматизмом слушающими людьми, и в этом смысле выступаем как соавторы музыки, как ни странно, потому что я уверена, что очень многие вещи из тех, что я сегодня говорила, они, вы, может быть, в какой-то момент внутренне были со мной не согласны, потому что ваш воспринимающий механизм и ваше включенное уже нашим большим разговором и моей словоохотливостью здесь внимание, оно вылавливало вдруг какие-то новые вещи, не те, которые, например, вылавливало внимание мое. И вот это заостренное, да, как бы вцепляющееся в каждую шершавинку, в каждую зазубринку, в каждую гранулу информации восприятие, оно для такого рода музыки единственно возможное. Мы, к сожалению, слушая и просто получая, вот к этому у меня вот как-то слеза просится, а вот к этому как-то хочется в пляс, да, вот из этих позиций, слушая, мы, к сожалению, во-первых, можем позволить себе, повторюсь, слушать очень маленькое количество музыки, да, написанной в очень ограниченном временном промежутке, это в основном XIX век, а во-вторых, мы, конечно, упрощаем ее до изображения пережитых нами эмоциональных опытов, а она может гораздо больше, интереснее и сложнее. Вот это единственный и главный такой мой сегодня вам посыл, я на этом закончу. У нас есть какое-то время на вопросы, наверное, и спасибо вам заранее, спасибо вам огромное за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok